И так прогревочный круг у нас пошел настоящий на трассе Под звуки баяна на трассе сильнейшие гонщики Европы Проба старта в исполнении Сегрена И так едут на трассе гонщики Первый заезд выиграл 34 номер Скляров Плюс 25 очков второе Ну плюс у него ноль было Ноль плюс 25 осталось 25 35 номер Тислер второй 33 Рязанцев третий 137 номер Сегрена четвертый 555 Кирхус пятый Так вот какие изменения произошли у нас по этому поводу Ну сейчас когда у нас закончится музыка Мы вам расскажем Пока зрители могут постепенно подтягиваться на трибуны Техтерев седьмой у нас в итоге Вот остальные сборники которые проехали два этапа Смолин девятый Опа На Symptом Да Я пила Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Итак, 35-й номер. Кауртистер пытается прорываться внутри, по внутреннему радиусу Склеров. Итак, Склеров. Помогают родные стены. Вы впервые могли слушать интервью этого талантливого российского гонщика. Он говорил так скромно о себе. Он вышел. Сейчас он в лидер. И сейчас проходит перед вами первый круг. Встречаем, встречаем! Второй Сегрен, третий. С Сегреном бьется, я так понимаю, Кирхус. Да, вот они вдвоем. Два норвежца. Занимает третье и четвертое место. Итак, россиянин, эстонец, два норвежца. Россиянин. Рязанцев Денис на пятом месте. Вот кому нужны очки. Потому что Рязанцев единственный сейчас из россиян, который борется за подиум в абсолюте. В абсолютном зачете. По результатам всех этапов. Но опять у Рязанцева чуть хуже получился старт. Будем надеяться, что удастся ему кого-то надвежцых. Отдаст Бог и обоих обогнать. Так, 34-й номер Склеров. 35-й Кислер. 137-й Сегрен. 555-й Кирхус. 33-й Рязанцев. Пехтерев хорошо стартовал. 32-й номер на пятом месте. Денис идет. Атлант Ярославль, кстати говоря, представляет гонщик. Так, сохранились пока позиции. Отставание секунда. Кислера 3,7. Отставание Сегрена. 4,4. Кирхуса. Лидер Дмитрий Склеров. Ну, мы говорим, что он опытный гонщик. Но, тем не менее, Дима Склеров 92-го года. Ему 22. Побитер Кубка Ушакова. Двукратный последних лет. Это он в Новом Уренгое проходит серьезные соревнования. Такие. Выигрывал Кубок России. Два раза был призером чемпионата России. Три раза молодежку российскую выигрывал. Один раз по юниорам, когда они последний год проводились. И два раза по юношам. Рязанцы у нас сейчас пытаются навязать борьбу норвежцам. И, похоже... Нет, пока это не получилось. Кирхус прошел с Йогрена. Борются вот эти гонщики за... У них маленький очковый разрыв, кстати говоря. Кто займет чемпионскую корону, выиграет по сумме двух дней, тоже не совсем понятно. У нас Кирхус сейчас прошел с Йогрена. 555-й обогнал 137-го номера. Он как-то не очень у нас в первом заезде смотрелся. Фредерик Кирхус, 95-го года, 19 лет, парни, победитель Норвегии, класса 100-го 2013-го года. Сейчас в топ-10 чемпионате Швеции сильнейшем входит. И пятый на чемпионате Европы был. И сейчас четвертый Кирхус. Фредерик. И там буквально... Сейчас он на второе место однозначно должен выйти при таком раскладе. Но как бы... Как бы и не выше. Итак, Сюгрен прошел Кирхус. Вот эти два 18-19 летних... Они даже рядом стоят у них. Снегоходы в парке участников. Товарищи, можно сказать, бьются серьезно здесь. И, кстати, отстают от лидеров по этому поводу. Потому что... Так, самая серьезная борьба у нас сейчас идет за третье место в исполнении 137-го номера. Оли Хермана-Сюгрена и 551-го Фредерика Кирхуса. 7 секунд примерно они лидеру сейчас проигрывают. Никишкин, 40-пут. Прошли Тори Густавсена. Еще одного норвежца, который получше стартовал. Сейчас откатился Тори на 13-е место. Итак, Скайров. 51 круг, а лучше был 59. Кислер 52-9 проигрывает у нас эстонец. Уже 3 секунды. Сигрен проигрывает. Наблюдаем за гонкой. Давайте, давайте пошубим немножечко. Спортсмены проходят перед вами. На секунду примерно быстрее Кирхуса. Но мне кажется, это и с борьбой связано. То, что они теряли время. Будем желать Рязанцеву. Сейчас то, чтобы усталость его не посетила. И он смог побороться за подиум, как в первом заезде сделал. Сейчас он на пятом месте. Виртуально 16 очков себе везет. Хадокин. Матерс Хадокин. 977-я торгал позицию. На 13-е место переместился. Густавсена обогнал. Но это Густавсена. Он хорошо стартует, но теряет позиции по ходу заезда. Итак, 34-й номер Скайров. 35-й Кислер. Дмитрий Скляров лидирует за НИМК. Уртислер остонет. Промчался. 2 секунды. Разрыв. Кстати, Тислер лучший для себя круг. И лучший круг гонки. 50-й 5. Почти квалификация. Кирхус опять прошел Сегрена. Они, Алаверды, меняются местами. У Оли Хермана был круг медленный. 55 секунд. С чем это связано, трудно сказать. То ли ошибочка, то ли что. Про усталость рано говорит. 5 минут. Прошло 6-я минута идет. Рязанцев на 5-м месте. Рязанцев быстрее. Но отрыв был большой. На старте он поднакопил у нас отставание. Поэтому он сейчас догоняет слетаную пару норвежцев. Но пока непосредственно конкретной борьбы нет. Так вот, лидер очередной круг. Упорнейшая борьба за первое место. Дмитрий Скайров и Каур Тислер. Ну, сейчас примерно в одном темпе. Прошли 2 секунды. Стабилизировался разрыв между лидерами. Вот борьба за третье место. Поларис под пилотированием. Денис Рязанцев 5-й. Поддержим, Дениса. 33-й номер. И Линкс у нас. Сегрена. Рязанцев. Что Рязанцев. Ну, сейчас Рязанцев полсекунды проиграл на этом круге норвежской паре. Отставание 3,5 секунды от пары. Всего уже Рязанцев Денис 16 секунд проигрывает лидеру. Скайров идет сейчас в спокойном темпе. Ему никто не мешает. Круговых не догнал. Пока и как бы скорость выбирает сам. Так, второй заезд. Заключительный заезд третьего этапа чемпионата Европы. Версия 2015 года. Лидирует мастер спорта Дмитрий Скляров. Ямбург Новый Рингой. Его тренирует отец Евгений Скляров. А директор команды Максим Шевченко. Максим Шевченко. Экс-председатель Снегоходной комиссии России. Круговых. Вот теперь я только сказал про круговых. Как Скляров начал с ними расправляться. А напоминаем, что лидирует сейчас Дмитрий Скляров. Номер 34. Россия Ямбург. Второй ведет Кауртислер. Эстонец номер 34. И за третье место борьба у норвежа с Югриной Хагадокина. Наблюдаем, смотрим. Густавсона уже машут синим флагом. Пропусти лидера. Он видит, пропускает. И обоих лидеров он пропустил. Нет, нет. Все-таки разрыв есть. Это пропустил он только Склярова. Генис Рязанцев приближается к четвертому месту. Уже поближе, ближе, ближе. Да, на этом круге у нас Рязанцев опять быстрее, почти на секунду, чем Сегрена. Чем Сегрен. Коменко, Попов. Алексей позицию отыграл. Широков, что у нас. Никишкина, Савелия проблемы. Он, похоже, сошел у нас сейчас. И это не есть хорошо для оставшихся в строю. Во-первых, на тренировке у нас Орешков. Дмитрий Скляров. У Казахстана сошел теперь Савелий Никишкин. Оксляров 52,4. Что Кисляр 55,4. Три секунды отыграл на этом круге Дмитрий Укалова. Что у нас с третьим местом имеет место быть? Вот она, Варьва. Третий, четвертый, пятый вместе идут. Молодые на встречу. Кен, Сегрен и Рязанцев. Рязанцев полсекунды еще отыграл. Рязанцев висит, во всяком случае, Сегрена на хвосте. Сейчас виртуально 16 очков. Если пройти Сегрена, 18 будет. Если пройти Кирхуса, 20, как в первом заезде. Но я уже оптимистично смотрю вперед. Потому что 10-я минута заканчивается. Заезды из 15. И сейчас уже пойдет усталость. Усталость. Трасса держится. Трасса держится. Боевая трасса Центра лыжного спорта Демина. Рыбинск, Ярославская губерния. Вот сейчас самое интересное. А вот сейчас Тислер отыграл полторы секунды у Склирового. Кстати, 3,6 просвет. Рязанцев на этом круге чуть уступил Сегрена. Сегрен отстал на 2 секунды от Кирхуса сейчас. Что-то дела. Либо он не рискует и уже понимает, что у него большой очковый разрыв. Хотя, большой-то он большой. Он был 9 очков. Чуть увеличился у нас в ходе первого заезда. Но вот сейчас опять 2 очка минус, что завтра еще будет. Поэтому в безопасности себя Оли Херман Сегрен не должен чувствовать. По такому раскладу Склиров 11-й круг заканчивает. 11-я минута пошла. Каур Тислер приближается к нашему Склирову. Поддержим, Россиен! На втором месте эстонский спортсмен Каур Тислер. Который великолепно смотрится на этой трассе. Вот если брать его статистику, как он ездил в Норвегии. Там он был далеко не блистал. У нас в районе 2-го десятка финишировал. Здесь он мало того, что выиграл квалификацию. Он еще... Не квалификацию, а тренировку свободную. Второй был квалификацией. Он великолепно проводит заезды. Двукратный призер Эстонии разных лет по кроссу на снегоходах. Тренируется в Тарту. В центре лыжного спорта Тарту. Эстония. Тоже, в общем-то, молодой парень. Он у нас 93-го года. Ему 21 всего. Ну что ж, мы все в борьбе. Совсем немного времени осталось до финиша. По-прежнему наш спортсмен Дмитрий Скляров первый. А Денис Рязанцев... А Денис Рязанцев у нас был пятый. Но сейчас посмотрим. Рязанцев прошел Сегрена. Рязанцев вышел на четвертое место. У Сегрена опять какие-то проблемы. Либо усталость, либо что. И он сейчас практически без боя на этом круге пропустил Дениса. Итак, Денис еще два очка отыграл в пользу 18. Денис Рязанцев 33-й стартовый номер. Двукратный чемпион России по кроссу 2014-2011 годов. Многократно выигрывал соревнования в Ярославле. Спринкросс, которые проводились, выигрывал эндуро чемпионат России. И был призером в национальном классе на российских снегоходах «Рысь». Когда они еще проводились у нас. Сейчас отыграл позицию, вышел на третье место. Лидер российской дружины в чемпионате Европы. Так как он у нас выступал на всех этапах. Первый этап, напомним, те, кто у нас только пришел на трибуны или включил телевизионную трансляцию. HD Extreme.ru прошли у нас в Транхейме, Норвегии. И в Фагернесе, Норвегии. С разрывом в одна неделя. Обратите внимание на лидеров. Борьба за первое место развернулась. Нешуточная. Наблюдаем, поддерживаем. Дмитрия Склерова сейчас. Он проедет. А Склерова-то догнал. Фислер, да. Догнал уже. Секунда. Разрыв. Десять метров разделяет. Поддержим наших. Секунда. У Склеров что-то не заладилось во второй половине заезда. 14-я минута. Эстонец прессингует его. И практически на более позднем торможении он висит. Хотел сказать, на колесе. Нет колеса у снегохода. Гусеница. Внутрь пытается забраться. 35-й номер Тислер. 34-й Склеров. У них прошел. Смена лидера. Смена лидера. Эстонец вышел вперед. Эстонский спортсмен. 35-й номер. Каур Тислер. Вышел вперед. Не есть хорошо для Склерова. Есть хорошо для Тислера. Который сейчас тоже. И у Рязанцеву натыгрывает очки. Тоже в борьбе за предполагаемый подиум. Пролетел буквально Густавсену на круг своего коллегу по снегоходу. У них артикеты одинаковые. Арктические кошки зеленые. Не видел я зеленых кошек. Ну и в принципе застрял за артикетом. Застрял за артикетом. Итак, у нас смена лидера. Сейчас лидирует Каур Тислер Эстония. Второй ведет Дмитрий Склеров. Итак, Сорокопут Мартюченко. Сорокопут обошел Никишкина за Мартюченко сейчас. Но остальные наши далековато, честно говоря. Вот те, о ком мы говорим сейчас впереди. Рязанцев 36, Кирхус 29. Да, здесь вряд ли борьба возможна. Заканчивается контрольное время заезда. Вот еще. Опять он вошел. Ох ты, какая борьба. Да, вот в этой борьбе на дальней части трассы опять произошла смена лидера. И Дмитрий Склеров вышел вперед. Ну здесь круговые. Мне помешал 16 номер артикет. Да, серьезная идет борьба. Но Склеров хорош на этой трассе. Может быть опыта не хватило у Каура Тислера. И он опять потерял позицию. Причем очень хороший круг сейчас Склеров. 53,6 прошел. Он самый быстрый. Потому что Тислер идет 57. Кирхус 58. Рязанцев 57. И Рязанцев преследует Кирхуса. Вот важный момент. Фактически круг с небольшим. Примерно полтора круга им осталось на все про все. Они отстают от лидера на полминуты. Поэтому есть еще возможность Дениса Рязанцева, Ярославскому гонщику, побороться за подиум. В одном конкретном заезде. А Дмитрий Склеров, похоже, никому не отдаст первое место. Дмитрий Склеров, Россия! Последний круг. Ласт лэп в исполнении Склерова-Тислера. Здесь, наверное, понятно первое и второе место. А сейчас готовимся встречать победителя второго финального заезда. Дмитрий Склеров, номер 34. Готовимся! Итак, Рязанцев. Рязанцев все-таки далеко. Рязанцев далеко. К сожалению, Рязанцев сегодня на подиуме этапа вряд ли окажется. Ну а мы приветствуем у нас победителя... Дмитрий Склеров! Денис Рязанцев рад, что редкое явление. Каур Тислер второй. Дмитрий Склеров третий. Кирхус все-таки третий. Кирхус замкнет подиум у нас сегодняшнем. При равенстве очков с Рязанцевым у него будет примирьшество второго заезда. А Фредерик Кирхус третий. Ждем четвертого. А Фредерик Кирхус финишера третий. Очень мало гонщиков в круге. Денис Рязанцев, Ярослав четвертый. Кирхус третий, Рязанцев четвертый. Но важно, что он заработал 18 очков и еще ближе к подиуму себя приблизил. Сьюгрен пятый. Сьюгрен, сейчас я так понимаю, уже Смолин шестой. Единственный из гонщиков, кроме лидеров, кто не проиграл круг. Евгений Смолин шестой. Заработал 15 очков. Тридцать четвертый номер Склеров. Тридцать пятый Кислер. 551-й Кирхус. Склеров, Россия. Тислер, Эстония. Кирхус, Норвегия. На четвертом месте 33-й номер Рязанцев, Россия и Ярославль. На пятом месте 137-й номер лидер сезона Сьегрен, Норвегия. На шестом месте 30-й номер Евгений Смолин, Россия. Ну что ж, уважаемые друзья, спасибо всем. Ваша поддержка помогла победить нашему спортсмену Дмитрию Склерову. Представляющий Ямбург, представляющий Россию, второй у нас Каур Тислер, Эстонец и третье место Норвегия Кирхус. Ну что ж, я вас поздравляю. И сейчас у нас есть свободное время. Опять группа Лепреконцы. Завтра вас всех ждем здесь. В это же время завтра четвертый финальный этап, который и определит победителя чемпионата Европы по снегоходному кроссу 2015 года. И прошу не уходить никого со стадиона в 4 часа на площади около стадиона, там где концертная площадка состоится награждение победителей третьего финального этапа чемпионата Европы по снегоходному спорту. Спасибо всем. До завтра. Итак, в борьбе лидеров мы немножко упустили гонщиков, а тем не менее седьмым финишировал 32-й номер Артем Пехтерев, Атлант Ярославль. Восьмое место 227-й номер Ери Тюнкунен, Финляндия. Девятое место 20-й номер Яков Карпан, Казахстан. И десятку замкнул Евгений Мартюченко, России 31-й стартовый номер. Матес Кагадокин на последнем круге, 977-й номер, норвежский гонщик, юный, вышел на 12-е место. Вы не поверите, Тори Густавсон опять 16-й номер на 16-м месте. Стабильность признак мастерства. Продолжение следует...